В северном, центральном и восточном Казахстане выявлен ряд перспективных месторождений золота и цветных металлов. Геологоразведка проводилась благодаря новейшим технологиям, и здесь интерес проявили иностранные инвесторы. По словам представителей Министерства по инвестициям и развитию, казахстанские специалисты переходят на тесное сотрудничество с крупнейшими геологоразведочными компаниями мира. В частности, начаты работы с австралийско-британским концертом Rio Tinto, Южнокорейской Korea Resources Corporation, Австралийской Iluka Resources Limited и частным фондом немецких инвестиций Ulmus Fund. Как отметил председатель правления национальной геологоразведочной компании Каз Геология, иностранные партнеры не только делятся новыми методами добычи, но и обучают отечественных специалистов. Рио Тинто данное время уже мы соглашение подписали, они нам согласны передать используемые 6 новых технологий, это 3D-моделирование, полностью анализы, их фондовые материалы, которые они используют во всем мире. Еще проводят обучение наших кадров, переподготовку кадров, где-то 60 специалистов запланировано. Сегодня проводится работа на 42 перспективных объектах, ликвидировано 10 аварийных нефтегазовых скважин. В целом в ближайшие 4 года на геологоразведку из республиканского бюджета будет выделено 120 миллиардов тенге. Еще 900 миллиардов планируется привлечь в качестве инвестиций. Предоставляем право недропользования на слабоизученной территории РК. По упрощенному порядку предоставление права недропользования планируется выставить более 18 тысяч блоков. Площадь одного блока составляет 2 квадратных километра, на одном контракте можно до 10 блоков. Первым пилотным проектом выставляется Степногорский участок. Продолжение следует...